Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным, говорил Ганди. А в Красногорске говорят, помоги четвероногому другу. На этот призыв ежегодно откликаются десятки энтузиастов, целые детсады и школы, творческие коллективы и бизнес. Очередная акция по сбору помощи стартовала в минувшие выходные, куда нести свой вклад в благотворительное дело. И как вообще помочь братьям нашим меньшим, об этом сегодня поговорим с инициатором сбора за защитницей Мариной Кочеводовой. Марина, добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Нам очень приятно видеть вас сегодня здесь. Давайте поговорим о начале акции, как она стартовала, сколько удалось уже собрать? Стартанула. Она у нас, конечно, достаточно неожиданно сразу, хочу сказать, в связи с эпидемиологической обстановкой на всей территории России. К сожалению, в это время как раз был объявлен карантин, но тем не менее люди шли, несли, конечно, не в том объеме, как в прошлые года. Это надо учитывать. Но тем не менее акция идет, акция состоялась, и мы всем очень рады были и благодарны, что люди откликнулись, принесли корм и полезности. Сколько удалось уже собрать? Удалось собрать 100 с небольшим килограмм. Корма. Корма, да. У нас полный объем идет. Мы как бы так измерили, там идет и корм, и кошачьи присыпки для туалета, и какие-то мисочки для животных. Мошенники повезут. Кто принимает участие? Мы понимаем, что сейчас детям вообще разрешили свободное посещение школ. То есть логичная мера во время карантина. Тем не менее люди шли, 100 килограммов – приличная сумма, как ни крути. Кто успел прийти за это время, за выходные? Мы считаем первые выходные акции. Большое спасибо. Хочется прямо поблагодарить школу номер два. Они постоянные участники наших акций. Конечно, другие школы тоже, тоже и садики. Все мы благодарны. Но вот именно откликнулись самые первые. Это гимназия, даже гимназия номер два. Они приходили целыми коллективами и поодиночке, и с родителями. Вот прямо это такое лента идет красной нитью сквозь нашу акцию. И жители, конечно же, жители. Ну вот интересно, почему в гимназии номер два так любят животных или в чем дело? Или может быть у них особая подготовка идет, что нужно к братьям нашим меньшим относиться по-особенному? Все любят животных. То есть именно в этом году так случайно получилось, что они вот прям в первые дни откликнулись. Остальных мы тоже ждем, конечно же. Всегда и десятая школа, и восемнадцатая. Ну то есть там всех вот перечислять, ну просто кого-то не перечислили, будет обидно. На самом деле все, все откликаются очень хорошо. Ну пусть школы не обижаются. Я считаю, что благое дело должно быть тайным. Сделал добро, да? Да и ладно. Ну тем не менее, они показывают хороший пример, и мы им за это очень благодарны. И стремимся, рассказываем, что да, именно эти школы, именно эти трудовые коллективы помогли. А были трудовые в этот раз коллективы? Не припомню. Не успели? Наверное, да, все-таки не успели. Хотя мы их ждем. Мне до этого говорили, что мы готовимся, мы собираемся. Но пока еще не пришли. Вы говорите, что сто килограммов это мало. А в прошлом году сколько было? Какой объем провизии для животных, наполнителей, всего остального удалось собрать? Около пятьсот. Пятисот килограммов удалось собрать? Да. И куда направляются эти корма? Вот в прошлом году и в этом году? В прошлом году мы, в основном мы всегда открываем, мы открыты, мы говорим, делайте заявку, помогаем всем абсолютно. И получается, что все, кто делал заявку, мы, конечно, тут смотрим на то, чтобы этот человек собирал, именно забирал корм, если он куратор или какая-то организация, что мы отслеживаем, что это именно организация, которая помогает животным, что они, самое ключевое, это то, что они потом их пристраивают, что это не личные какие-то их животные. Вот. И смотрим, отслеживаем их активность, насколько это все реально. И вот пока у нас всегда было очень все хорошо, и проблем не было с раздачей кормов. То есть желающих, ну, желающих были очень достаточно много, много у нас людей, которые содержат животных и потом их пристраивают. Сколько? Вот я знаю энтузиастов, вот лично я, да, людей, которые просто содержат дома кошек, которые передерживают, ну, передержкой занимаются, да? Сколько их вообще в Красногорском городском округе? Ну, в этом году мы озадачились с этой статистикой, потому что единое вот такое вот какое-то количество не выведено. У нас есть сообщество, например, Зоокрасногорск. Туда входит около 7 тысяч людей. Это живые подписчики. Почему я это знаю? Потому что я очень давно с ними сотрудничаю, естественно, мы все это отслеживаем. Поэтому тут невозможно сказать, и к тому же бывает очень часто, что человек в порыве какой-то вот, ну, ситуации, он, допустим, идет, увидел щенков. Он пишет в сообщество, кто-то, может, потерял, ну, видно совершенно, что щенки бездомные и нету мамы, которая бы их кормила. Вот они вот в такой ситуации, надо их спасать. И ситуация такая, что он вынужден становиться на это время зоозащитником. Он их выкармливает, он их пристраивает. И, ну, вот, конечно, он тоже получается зоозащитник. Хотя в другое время он не занимается такими вещами. Не смог пройти мимо, да? Да, не смог пройти мимо. А есть люди, которые этим занимаются вот целенаправленно? Ну, вот это их жизненное кредо. Он юрист, бухгалтер, учитель. Очень много, очень много таких людей. Да, достаточно много. В основном все наши зоозащитники, они все, ну, прям даже, прямо не в основном, а они все занимаются где-то, у них есть основное место работы. И они занимаются зоозащитой по зову души и сердца. Сколько вы заявок уже получили в рамках вот этой акции, в преддверии, вернее, вот этой акции? На корм? Да, да. Ну, у нас, мы исходим из того, что по количеству собранного корма, вот в этом году у нас очень мало получилось. И изначально заявился и пришел поучаствовать, принять участие, прислал всех своих волонтеров, которые, кстати, живут на территории Красногорска. Такой есть приют, счастливый друг. Они были, жили в Путилково, находились территориально, то есть на территории Красногорска, но совершенно недавно они переехали в Новую Москву. Но все волонтеры остались с Красногорска. И они ездят и курируют своих животных, которые находятся в вольерах, они их выгуливают, они за ними ухаживают. То есть тут вот у животных, у бездомных, у них нет, наверное, какой-то прописки. У них очень часто жители наши, подбирая какое-то бездомное животное, отлечивая его и потом пристраивая, отправляют на передержку в другие регионы, потому что там подешевле. Такое тоже очень часто. И куда вот это животное? Как бы, получается, нашли его здесь, отловили, но отправили там, например, в Истру или куда-нибудь, там, в другой регион. Вы назвали один приют в Путилково, который переехал поближе к Москве. В Москву расскажите, есть ли еще у нас вообще профессиональный приют, который оформлен как приют, а не просто волонтерская организация? Есть ли у нас на территории городского округа сейчас? На территории городского округа Красногорска таких приютов нет. У нас все в основном это сообщества, это либо частные мини-приютики, которые не зарегистрированы, либо какие-то питомники, но у них основная сфера деятельности, они занимаются разведением, например, каких-то животных, ну и попутно помогают бездомышам. Тоже такие есть. Ну, то есть, вот именно профессионального такого приюта нет. Почему его нет? Это сложное юридическое оформление или это вообще сложная сама по себе работа? Что нужно, чтобы создать приют юридический? В связи с тем, что у нас принят закон о защите животных в прошлом году, мы, конечно, ждем, согласно этому закону, все муниципалитеты должны иметь приют на своей территории. И мы ждем, конечно, что администрации, наверное, на уровне правительства все-таки к этой проблеме отнесется консолидированно и сделает это везде, по всей территории, вот какие-то единые стандарты. Потому что, как я это вижу, люди у нас, ну, например, администрация наша, я их прекрасно понимаю, они не сталкивались с этой историей, с приютами. Там очень много ограничений и все-таки должны быть единые какие-то нормы, какие-то единые рамки. Но я думаю, что у нас откроют, просто это дело времени. Мы очень этого ждем. Вы сказали об ограничениях, которые относятся к приютам. Какого рода это ограничения? Там должны быть санитарные нормы очень жесткие. Если брать по законодательству, есть такие снипы, нормы, согласно которому приют относится к определенному классу. И что подразумевает определенная удаленность от населенных пунктов, определенные свои ограничения по доступу воды, там еще что-то, дороги. Ну, то есть там вот есть целый ряд каких-то ограничений. И на территории Красногорска не так просто найти такую территорию. Но тем не менее, я думаю, что найдут. Ничего страшного. Дело времени. Ну, может быть, это не в черте города, да, а где-то в сельской местности? Ну, это однозначно будет, что не в черте города. Это будет, ну, у нас территория городского округа большая, да. Где-то вот в каком-нибудь поселении, в каком-нибудь поле все-таки выделят эту землю. И как я надеюсь, ну, согласно закону, они ее должны будут выделить. И в каждом муниципалитете должен быть приют? Да. И тем не менее, он должен быть удален от какого-то питьевого водоисточника, вы сказали. Обязательно. С чем это связано? Такие нормы, они были приняты достаточно давно, и поэтому связаны, наверное, с тем, чтобы не попадали какие-то воды с фекальной, возможно, в реку, в источники питьевой воды. Вы знаете ли, вы из зоозащитников, которые говорят, я хочу сделать приют, но пока не могу. И вот по каким-то причинам. Да, конечно. Это, наверное, каждый зоозащитник мечтает. Мечтает прямо открыть приют. У него есть картинка, у него есть видение, как это должно быть в идеале, домик для животных. Конечно, наверное, мне так кажется, что и я общаюсь с людьми, очень многие этого хотят и мечтают открыть какой-то приютик, мини-приютик. Просто это всегда затратное мероприятие, и для этого надо, конечно, иметь определенную какую-то финансовую базу, чтобы была работа где-то. Потому что животные, зоозащита, это очень затратное мероприятие, и оно никем не финансируется на сегодняшний день. То есть ни одна статья, ни одного бюджета не предполагает финансирование? Нет, почему? Она предполагает, если будет приют, приют муниципальный, которого у нас нет. Либо вот у нас сейчас есть на территории Красногорска, вообще всей Московской области, закон ОСВВ, отлоз, стерилизация, социализация, выпуск. То есть, конечно, туда выделяются бюджетные деньги, но животные после выпуска, они предоставлены, получается, сами себе. И вот на этом заканчивается финансовая помощь. Вот сейчас мы можем как-то оценить объем бездомных животных? Много ли этих котов и кошек? Много ли этих собак, которым действительно требуется? Или, может быть, те, которые содержатся хотя бы у волонтеров, пересчитать мы можем? Для какого количества живности нам требуется приют? Может быть, их три штуки, и не нужен нам целый приют для этого? Приют все-таки нужен. Почему? Потому что, как правило, помощь нужна именно животным, которых человек приручил. Взял собачку, взял кошечку, наигрался с ним, а потом просто выкинул. И животные просто по своей природе не умеют добывать себе пищу. Такие очень часто остаются после дачного сезона. И таких животных очень, конечно, жалко. Либо каких-то животных, которые попали в ситуацию, что они заболели, им тоже на улице не выжить. Конечно, для таких животных приют. Ну, просто это будет их спасение. И все-таки цифру можем назвать какую-то? Я затруднюсь. Среднему волонтеру сколько дома находится животных? Дома? Дома это вообще история другая совершенно. Потому что не каждый у себя дома содержит. Очень часто волонтеры оплачивают передержки. Кому, как, в каком варианте? Это в ветклинике или что это? Нет. Как правило, очень часто такая практика есть, что видишь какое-то животное, его подбираешь, ты видишь, что ему нужна помощь. Ты ищешь среди знакомых каких-то или там еще что-то человека, который за деньги готов твое животное, ну, так скажем, условно говоря, твое содержать, а ты в это время его пиаришь, пристраиваешь. Вот так вот. Я сама тоже так вынуждена заниматься, потому что квартира все-таки подразумевает определенное уважение к соседям. То есть всех туда, конечно, не запустишь. Определенное количество ты можешь в квартире содержать животных. Квартира не резиновая, любишь ты всех, всем хочешь помочь. Поэтому, как правило, у зоозащитников много не бывает животных дома, но они работают и платят, кому-то оплачивают вот эти услуги. С собаками сложнее, наверное, в этом смысле. Да, с собаками, конечно, сложнее, потому что собак надо выгуливать 2-3 раза в день, и не у всех есть такая возможность. Вот это вот самая главная проблема, да? Да, самая главная проблема. И тем не менее, я лично знаю, что вот есть волонтеры, которые держат до 6-7 кошек дома. Это нормально. Это не нарушает никаких санитарных норм. Опять же, вы же сказали об уважении к соседям. Есть все-таки запах какой-то, может быть, запах. Да нет, 6-7 кошек, но, как правило, это уже, наверное, его личные кошки. Мы говорим все-таки о тех, которых надо пристраивать. Если человек завел себе 6-7 кошек, да, даже если он их подобрал, но он их себе оставил, это уже твои личные животные. Это уже не считаются животными, которым нужна помощь. Мы говорим о тех, которых надо пристраивать в дальнейшем. Но такой нормы нет. 6-7 кошек сейчас такие средства, такие наполнители, что никакого запаха, если человек делает уборку регулярно, никакого запаха не будет. То есть он их стерилизует. Допустим, даже есть и кто не стерилизует, но они убирают, делают уборку, никакого запаха я не наблюдала. То есть человек не убирает дома, конечно. Насколько затратно быть волонтером? Вот я имею в виду, что все мы живем по средствам. Понятно, что зарплата не резиновая. Вот вы сказали, процесс стерилизации, это определенная статья расходов. Сколько стоит прокормить животное, я не знаю, может быть, в месяц среднестатистическую кошку, чтобы мы представляли, кто-то хочет быть волонтером сегодня после просмотра нашей программы. Было бы замечательно. Ну вот, ему нужно посчитать бюджет. Сможет он или не сможет? Ну, это дело такое, что если человек согласился, захотел помочь животным, можно это делать даже не имея вообще никаких денег. Объясняю почему. Потому что, например, у человека есть большой женой, пускай он будет даже школьник, у него не имеет своих наличных, каких-то карманных денег, но он может пиарить в соцсетях пристройство. Он может у себя пристроить это животное и за ним приглядывать. Почему это важно? Потому что идет социализация. Бывает животное в стрессе, попадая на улицу, но как бы в стрессе оно становится немножечко диковатое, так скажем. И когда животное находится дома, оно с человеком контактирует, оно становится как бы более такое мягче, добрее и ласковее. И такое животное всегда легче пристроить. Поэтому тут от нуля до бесконечности. А там уже, как говорится, у каждого свои финансовые возможности. То есть нельзя сказать, сколько стоит содержание кошки, допустим, месяц содержания кошки или месяц содержания собаки в среднем? Нет, я не могу сказать, потому что у всех разные свои какие-то, так скажем, предпочтения. Вот я, например, общаюсь с веганами, они для своих животных придумывают определенные веганские какие-то корма. Но они не придумывают, они есть, существуют. И они стоят недешево. Поэтому есть обычные. Но, конечно, я не рекомендую совсем уж дешевыми кормами кормить своих животных, там, каким-то эконом вариантом. Но если нет другой ситуации, ну что делать? Вот есть ли какая-то, не знаю, статистика? Животное было домашним, оказалось на улице. В чем причина? Как можно оставить то, что ты взял себе, любил, грел, холил или леял? Почему так происходит? Какие причины основные? Вот тоже для меня это большая, конечно, загадка. Но думаю, что в воспитании, в воспитании общества у нас, как ко мне хочется надеяться, раньше была такая проблема, что собачники, например, не убирали за своими собачками. И была проведена определенная работа, и СМИ, большое спасибо, подключались. И люди стали более ответственные, стали убирать. То же самое с животными. Сейчас нужна такая работа, рассказывать людям, что если ты завел животное, ты должен к этому подходить осознанно и ответственно. Что это не на время, пока животное маленькое и миленькое, а это на долгие-долгие года, это член твоей семьи. Люди очень часто относятся к этому. Он игрался, как с новым каким-то смартфоном. И все, ему уже не хочется, он уже устает, придумывает какие-то себе истории, что вот болезнь или еще что-нибудь. Но, как правило, это все-таки от безответственного отношения. Сегодня существует наука, которая занимается не просто поведением животных, она занимается изучением мышления животных. То есть речь уже о таких институтах, о таких вещах, как то, что у животных есть сознание, по крайней мере, оно выявлено у человекообразных обезьян, у врановых, и у ОС есть сознание. Даже у ОС, вот казалось бы, насекомые, но вот они распознают лица. То есть мы говорим о том, что если у животного есть сознание, значит, у него есть чувства. Конечно. Каким образом? Мы сейчас, как человек, царь природы, мнить себя королем в этой вселенной. Есть ли, у человека, понятно, есть права, а есть ли у животных права в нашем современном мире? Вот сейчас закрепили их права законодательно в России. Я чему очень, конечно, и не только я, все зоозащитники, да и вообще обычные люди все, все рады этому закону. Конечно, он еще сырой, конечно, еще много недоработок, которые надо доработать, но тем не менее, там официально закреплено, что у животных есть чувство, что да, у них появились свои права. Какая ответственность стоит вот теперь за то, что ты неправильно обращаешься с животными в связи с этим законом? Мы говорим об ответственном обращении с животными. Это федеральный закон, да? Да, да. Какая там ответственность наступает, коль уж мы говорим об ответственном обращении? Ну, на практике закон еще, так скажем, сыроват. Все-таки он требует каких-то подзаконных актов. И было прописано, было прописано за жестокое обращение наказания. Но по факту, по статистике, как правило, живодерам удается избежать уголовной ответственности. Поэтому, конечно, ждем. Ну, закон сырой, поэтому ничего страшного. Ну, это бывает. Главное, чтобы был сделан шаг. И очень большой то, что мы ждали 19 лет. Закон о защите животных. Мы его очень долго ждали. Вот в нем, в частности, в статье 4 прописано. Обращение с животными основывается на следующих нравственных принципах. И принципах гуманности. То есть мы относимся к животному гуманно. То есть как к человеку. Отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. И прописана ответственность человека за судьбу животного. Вот эта самая ответственность, вы сказали, что она, возможно, уголовная. Да. Если человек занимается живодерством, то ему подвержен уголовной ответственности. То есть он может сесть в тюрьму? Вот проще говоря. Да. За что? Вот какого рода это должны быть злодеяния? Убийство, истязание. То есть... Вот. Выбросить на холод. Это не... Оставление... Ну, оставление в опасности. Я думаю, что это входит. Но это... Суды решает судья. Поэтому на практике очень большое количество живодеров избегает пока что уголовная ответственность. Просто я знаю эти дела. И, конечно, не хотелось бы про них сейчас говорить в таком негативе. Хотелось бы все-таки в позитивной ноте говорить о том, что жители должны осознавать ответственность. И когда заводят какое-то животное, они все-таки должны понимать, что у них есть чувства. И что если для нас это животное возможно какое-нибудь там десятое за всю жизнь. Там в детстве мы кошечка, собачка и дальше больше. То именно для этого животного мы вот одни единственные хозяева. Поэтому мы должны это понимать. Я согласна. Федеральный закон, тот же, о котором мы говорим, нам диктует, что физический контакт с животными не допускается. Это важная выдержка из четвертой статьи. Пункта четвертого, вернее, пятнадцатой статьи. По сути, она должна была запретить все контактные зоопарки. Да. Но по факту что мы имеем? Они вне закона. Вне закона. Там есть очень ловкий момент, что если у животного есть возможность уйти от ласк человека, то есть есть место, где животное могло бы спрятаться, то в принципе допускается при других прочих условиях содержание животных. Я так понимаю, что это какой-то ловкий маневр? Зачем это сделано? Или для чего это нужно? Это требуется, допустим, для каких случаев требуется контакт с животным? Я, конечно, категорически против контакта с животным, потому что животное, попадая куда-либо, оно находится в стрессе. Но другое дело, если человек пришел и выбирает себе животное, там, допустим, и он хочет взять его к себе и заботиться, и все такое, это одно. Но другое дело, когда животное, находясь в стрессе в каком-нибудь зоопарке, вот как мы, если мы говорим про контактные, у него нету никаких маневров уйти, и его берут, у детей хватательные рефлексы очень сильные, да и у взрослых, они в себе запахи свои, каждый приходит к своим животным, и к этому очень чувствительно реагирует. Им, конечно, они и без того в стрессе, тут еще их берут и постоянно как-то там и прижимают. То есть, конечно, это все нехорошо. И то, что находится в центре города очень часто, это на самом деле очень больно смотреть. Когда предлагают сфотографироваться с каким-либо животным, я предлагаю не поддерживать ни в коем случае таких делецов. Отказываться от такой услуги, да, и не поощрять рублем. Конечно, конечно, конечно. У нас в Красногорске закон вступил в этом году в силу, вот в частности про физические контакты и про контактные зоопарки. Уменьшилось ли количество контактных зоопарков на территории Красногорска? Что вам известно? Были ли они вообще? Они были, они сейчас, то есть, если они и есть, ну, по крайней мере, я не знаю о том, что они существуют. Скорее всего, это нелегально. Но есть в зоомагазинах, продают зверей. Это немножечко другая история. Сами контактные зоопарки не должны быть у нас. То есть вы не знаете ни одного факта сейчас на территории Красногорска, где бы был, где работал бы контактный зоопарк? Ну, я нет, я не знаю. Может быть, если они есть, то с удовольствием услышим и придем с проверкой, почему, на каком основании посмотрим документы, почему они работают. То есть в каждой ситуации надо разбираться отдельно. Но я не знаю. Куда нужно обращаться и, собственно, кто может помочь в исправлении несправедливости? Действительно, если вот мы знаем, что где-то неправильно обращаются с животными или работает контактный зоопарк до сих пор? Полиция. Если полиция не реагирует, это все записывается обязательно и фиксируется, они обязаны принять заявление от жителей на жестокое обращение или какое-то нарушение закона. Если полиция отказывается, либо принимать, надо обязательно это все отслеживать, либо полиция принимает, но не принимает заявление, но не принимает потом мер каких-то, то, конечно, мы с удовольствием, как общественная палата, подключились бы и узнали. То есть вы можете смело обращаться в общественную палату ко мне, в частности. В Гринпис? Пожалуйста. Организаций достаточно много зоозащитных, которые с удовольствием подключаются и исправляются с ситуацией. У нас даже, хотелось тоже рассказать, есть такой портал, мы открыли, Красногорцы РФ назвали. Туда включаются все люди, которые занимаются социально полезными делами, в том числе зоозащитники. И, соответственно, вы можете подключиться тоже к нашему порталу и вести диалог. Там очень много есть людей, которые дают консультацию. И в области зоозащиты мы эти телефоны все указываем. Пожалуйста, профессиональные юристы. Девиз «Если вы готовы помочь Красногорску стать лучше, добро пожаловать в наше сообщество». Это девиз красногорцы.рф, вашего сайта. Какими делами вы еще занимаетесь? Что там происходит на вашем портале? Это площадка для жителей, которые и без красногорцев делали постоянно. Они жили в этом. Они жили в своих акциях, они жили в своих каких-то интересных делах. Но говорили, что вот про нас кто-то не знает. Действительно, была такая проблема, такой информационный вакуум, где не было у нас в Красногорске какой-то единой площадки, на которой можно было бы узнать обо всех делах, что творится в Красногорске. То есть, да, у нас есть, например, открылась площадка про культуру, но там только про культуру. Есть площадки какие-то, допустим, зоозащитные сообщества, но нету единой площадки, не было, где бы каждый человек мог или сообщество рассказать, вот у нас там такая акция происходит или еще что-то, и поделиться своим каким-то опытом. Вот сейчас у нас как раз открылась в городе Красногорске такой портал. Кто там еще, кроме зоозащитников? Ой, там много, там всех приглашаем. У нас портал разделен, условно говоря, на три категории. Первая категория – это организации. Туда входят все организации, кто захочет, те, кто занимаются социально полезными какими-то делами. Ну, например, какой-то магазин крупный торговый, который говорит, а мы с удовольствием будем, они и делают акции, когда их приглашают, колотят домики бесплатно для птиц, например. Или торговый центр, который у себя устраивает фестиваль детского творчества. Они танцуют, поют, это все бесплатно. Вот, и они говорят, почему на нас смотрят, как вот на то, что вот мы продаем. А мы с удовольствием согласны собирать там какие-то вещи тоже. И вот это, значит, первая, так скажем, категория организации. Вторая категория – это частные лица. Туда входят волонтеры или те люди, которые не волонтер, которые просто им интересно, они хотят помочь, они хотят быть сопричастны к какими-то делам, которые происходят. В Красногорске, да, там, может быть, пристроиться, ну, найти себе применение. Там, например, волонтеры Победы. Пожалуйста, приходите. Или там вы можете написать, там, в каком-то конкурсе поучаствовать, что тоже интересно. И третий блок Красногорца, ХРФ – это проекты. Проекты – это те, которые… Мы публикуем проекты, которые есть или собираются стартовать. И на них мы как раз… Туда можно включать и организации, и частные лица. Ну, то есть вот такая идет… Стартапы такие. Да. Ну, какие там интересные идеи есть? Идеи интересные, например… Ну, мне очень интересны такие идеи. Например, на территории Павшинской поймы, как все знают, и таких Путилково там или еще какие-то. Они настолько застроены, и туда очень сложно что-то открыть, какое-то новое здание построить. И у людей идет острая нехватка объектов культурного, социального значения. Но есть много частных студий, которые, например, фитнес-студии, которые говорят, ой, а мы с удовольствием выделим пару мест, например, для участников активного долголетия. Пожалуйста, бабушкам куда-то ездить далеко, им будет неудобно. А здесь он, пожалуйста, пошел, позанимался, и это будет бесплатно. Прекрасно. Ну, вообще, это интересная задумка, тем более объединиться во благо добрых дел. А сколько уже участников? Кто записался в красногорце.рф? Там более ста организаций, и, соответственно, пока... Ну, она только недавно стартанула, месяц небольшой, ну, два, наверное, месяца, в январе. И поэтому еще не так много, многие люди не знают, но те, кто знают, с удовольствием присоединяются. Еще одна новелла, о которой я бы хотела с вами сегодня поговорить, был составлен список в середине 2019 года запрещенных содержанию в домашних условиях животных. В нем крупные хищники, ядовитые животные, также морские млекопитающие, для которых вообще невозможно в квартире или в частном доме практически создать условия содержания, приемлемые, да, условия содержания, в список попали питоны, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи, волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, рассамахи, макаки, павианы, филины, электрические угри и мурены. У нас на территории Красногорска были случаи, что вот держали леопарда, или там, я не знаю, какое-то экзотическое животное, и сейчас вот этот вот вопрос, прямо скажем, острый вопрос снят. Известны вам такие случаи? Я знаю, что, как правило, люди заводят таких животных, но это нигде не фиксируется и не учитывается. А потом, наигравшись точно так же, либо животное умирает, ну, потому что к нему нужен особый подход, либо его обратно куда-то сдают, но уже оно будет с кучами заболеваний, потому что нужен определенный уход. И, конечно, это нигде не фиксировалось. И я считаю, что это очень важная и нужная поправка, и она нужна была. Я очень благодарна законодателю в этом отношении. То есть факты такие были или не были? Можем мы сейчас сказать? Или это вообще физически трудно проверить, потому что частная собственность, как ты туда попадешь? Физически трудно поверить. Да, именно так. Спасибо за ответ. Итак, акция «Помоги четвероногому другу». Сейчас, когда эпидемиологическая обстановка сложная, мы говорим об отмене всех массовых мероприятий. Почему, собственно, так мало, вы жалуетесь, что мало корма было собрано в этот раз? Конечно, участники театральной весны не смогли помочь вам в сборе. Зрители, большое количество зрительской аудитории могло бы помочь вам. Да, конечно, так в основном было. И большое спасибо предыдущие года руководству ДК Подмосковья. Они объявляли перед началом спектакля о том, что спасибо большое, что вы пришли. Ну вот, пожалуйста, вот у нас есть такая акция, и люди с удовольствием откликались, несли корма вот в этом году. У нас получилось без зрителей. Но есть, конечно, положительные моменты. Дело в том, что рано или поздно любой такой вот неприятный момент, он пропадает, он все равно заканчивается. И мы, помимо сбора корма в театральную весну, мы еще занимаемся проведением фестивалей, выставок раздачи. И вот как раз мы планировали на весну очередной фестиваль. И мы приглашаем на этот фестиваль. Там мы принимаем и корм. Там у нас идет раздача животных из как раз аккураторских, из приютов. Поэтому будем надеяться, что люди откликнутся, и закончится вот эта вот эпидемиологическая обстановка, карантин. И мы сможем дальше продолжить свою деятельность. И вот сейчас идет у нас договоренность с парками Красногорска о том, чтобы провести такую акцию. Мы их проводили, уже работали, сотрудничали. Очень они идут с большим успехом в теплое время. Приходят жители, выбирают себе котика или собачку. Потом волонтеры отслеживают судьбу. И все нормально. Пока пользовалась тоже очень большим успехом такие выставки. Акция «Помоги четвероногому другу» продолжается до 22 марта. Да. Где можно сдать корм? Куда можно его принести? В связи с ограничениями по ОДК в Подмосковье, мы не можем сейчас точно сказать, продолжится ли наша акция. Мы в любом случае всех ждем. Конечно, все, кто придет, мы не знаем, будет ли он работать. Выходные, да? Выходные, да. Мы не знаем на данный момент. Но мы всех ждем по адресу в Павшинской пойме, Красногорский бульвар, дом 14, Коти Шоуру. Да, мы ждем жителей, которые любят животных и готовы помочь им с кормом. Ждете корм, ждете наполнителей, еще что пригодится? Да. Ну, все, дезинфекционные средства, средства по уходу, какие-то противоглистные, противоклещевые. То есть весь список мы можем публиковать в соцсетях, он у нас есть, и он достаточно большой. Но самое главное, это, конечно, наверное, корм пока. Итак, Марина, мы с вами сегодня разговаривали как с инициатором акции «Помоги четвероногому другу» три года назад. Почему вы решили проводить эту акцию? Вот все-таки какой был мотив у вас? Вы знаете, у нас, мы все очень рады всегда проводить эти акции. Мы постоянно где-то что-то пытаемся на всяких выставках присутствовать. Поэтому, когда я вошла, так скажем, в общественную палату, и мне разрешили в ДК Подмосковья провести, мы были очень рады. Поэтому, то есть это было закономерно. Не было такого, что вот она родилась, эта идея. Она была всегда, она где-то в той или иной мере, но тут вот именно руководство, администрация нас поддержало, чему мы очень благодарны. Здорово. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Я напомню, в гостях у нас была Марина Кочеводова, член общественной палаты городского округа Красногорск и администратор сайта красногорцы.рф, на котором можно проследить всю актуальную информацию, в том числе по акции. И зарегистрироваться, вступайте. Будем общаться, обмениваться мнениями, своими какими-то акциями, будем рассказывать о них, чтобы жители знали, принимали участие в них. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.